И на продолжение темы будем общаться с гостей в нашей студии. Вона очень много путешествует и точно знает, как организовать любую поездку. Юлия Кеплина, приветствую нашего гостя. Добрый вечер. Итак, мы сейчас посмотрели сюжет. Действительно ли люди стали больше путешествовать с появлением без визы? Точно могу сказать, что больше. И этому есть несколько причин. Во-первых, это большие возможности для молодежи, потому что даже получение визы стоило дополнительных затрат. И вот это необходимое подтверждение денежной состоятельности, финансовой состоятельности, не все могли достаточно показать из студентов. Поэтому сейчас, конечно, для молодежи все без границ практически Европа. И могу сказать, что новое поколение это уже не мы. И оно мыслит вообще категориями без границ. Сейчас очень много детей моих знакомых собираются учиться за границей, например, потом возвращаться в Украину. Люди более старшего поколения стали больше путешествовать, потому что им казалась процедура получения визы иногда унизительной и затратной эмоционально, и энергозатратной такой. Поэтому они ее избегали и путешествовали в те страны, где нет виз. Поэтому точно могу сказать, что увеличилось. Я вижу это по увеличению заказов в моей компании. Вы занимаетесь организацией индивидуальных поездок. Что нужно для того, чтобы человек неопытный, не бывший нигде, что нужно для того, чтобы поехать за границу? Нужно обращаться к вам или можно это сделать самостоятельно? Нет, вообще не нужно. Посредники для этого не нужны. Я всегда своим туристам говорю, что фактически я не выполняю никаких уникальных услуг. Весь мир туризма за границей ориентирован на то, чтобы подать себя индивидуальному туристу, не агентству. С агентством работает ограниченное количество отельных стран. Весь остальной туризм рассчитан на индивидуального. И поэтому вся информация везде подана так, чтобы любой человек, независимо от уровня образования, от степени опыта в этой области, смог разобраться. Единственное, в чем могут помочь посредники, и я в том числе, это в экономии времени. Потому что любая подготовка, если она качественная, то она определенное время занимает у человека. И если это время вы можете использовать более эффективно, и бывает такое, что вы любите путешествовать, но сам процесс подготовки вас утомляет, тогда есть смысл поручить какому-то посреднику. Если вам нравится это, но вы боитесь, что у вас не получится, то не стоит бояться, получится. Ну для этого же нужно знать язык, нужно уметь пользоваться какими-то приложениями на телефоне, что опять-таки сегодня умеют далеко не все и знают. А вот как этому научиться? Нужно прийти к вам на тренинг. Да, у меня сейчас новый проект, я начала обучать людей учить, как пользоваться всем этим самостоятельно, где находить информацию. Опять-таки идти учиться желательно просто потому, что вы получаете пакет знаний, который можно тут же, выйдя из класса, начать применять. Если вы не учитесь этому специально, то вы обучаетесь в свободном режиме, по интернету, просто вводя какие-то поисковые слова. То есть возможно научиться и без помощи, но быстрее и качественнее это сделать с помощью кого-то, кто это уже прожил, сделал своим навыком. Поэтому да, рассказываем, учим, где искать информацию, как, какие могут быть подводные камни. Знание языка очень желательно. Тут я отличаюсь от всех, от большинства организаторов самостоятельных путешествий, которые обычно успокаивают людей, говорят, что не бойтесь, даже с питью английскими словами вы будете чувствовать себя комфортно. Нет, дорогу вы найдете, вы действительно долетите, но увереннее вы себя будете чувствовать, конечно, с английским, хотя бы средний уровень. Я поэтому всегда, когда приезжаю в какой-то город и готовлю встречу со слушателем, я до этого всегда созваниваюсь с ведущими школами иностранных языков и прошу предоставить скидку моим слушателям. Потому что замотивированный человек, у которого есть цель объездить полмира, он с большим рвением, с большим усилием будет изучить английский язык. Вот Днепропетровский моим слушателям пошла на встречу школа Пулина. Я тоже не знаю, как можно ездить без языка, в конце концов, даже с собеседования на границе. В европейских странах с этим легче, а вот в Америку что-то нужно отвечать. Дело в том, что это не только. Во-первых, если вы знаете язык, путешествие вам обойдется дешевле. Во-вторых, вы будете видеть все возможности там на месте. В-третьих, это будет общение с такими же туристами, как вы. А это отдельный кайф путешествий, потому что те знакомства, которые завязываются где-то вот так вот случайно, они могут быть очень длительными и крепкими. В-четвертых, на моменте подготовки сайты в основном англоязычные, что тоже... Ну, все больше и больше появляется русскоязычных, но все-таки есть сервисы, которые исключительно на английском языке. Так что, да, конечно. Сложновато, да, без языка. Юля, вот поездка, мы с вами говорили до, поездка самостоятельная, парой или там индивидуальная, и поездка с ребенком. Это большая разница? Ну, мы, в принципе, понимаем, что когда появляется ребенок, это примерно такая же разница, как жизнь без ребенка и жизнь с ребенком. У кого как бы как себя настроить, да? У некоторых это кардинально отличается, у некоторых получается это плавно вписать в свою жизнь. Но я хочу сказать, что с ребенком путешествовать несложно. Сколько, какой возраст вашего ребенка был в первый раз? Нет, 4,5 месяца. 4,5 месяца впервые поехали в поездку куда? Ну, мы сначала поехали по Украине на западную Украину, но уже в полгода мы полетели, по-моему, в Италию. Я уже сейчас не вспомню. Вот прям подвиг для меня. За 2,5 года он объездил 10 стран с нами. И это была Азия, это были зимовки в Азии, это была Европа. Ну, что я хочу сказать. Легче всего путешествовать с ребенком от года до, от нуля до года, либо до полутора лет. Меньше проблем. Да. У него еще нет такого выраженного своего мнения, он на маме. Ему всегда хорошо, когда маме хорошо, ему интересно все, что связано с его родителями. Поэтому это легче всего сделать в таком возрасте. А климатизации ни разу у нас не было. Я говорила с педиатрами, они тоже подтверждали то, что это безопасно для ребенка, и полет, и такая смена климата. Ну, и хочу сказать, что если с ребенком вам сложно в путешествии, то значит, не выполнен какой-то из трех пунктов. Пунктов всего три, на моем опыте. Первый, вы не согласовали свой график поездки с его режимом, не продумали организационно. Второй момент, у вас нет какого-то очень нужного приспособления технического. Это там буквально несколько для удачи. Что-то для того, чтобы носить. Да, в том числе что-то носить, не предусмотрели, чем его занять в какой-то из моментов. И третья возможная причина, вам не помогает ваш партнер. Потому что в путешествии обязательное условие, чтобы и папа, и мама понимали, что они путешествуют с ребенком, и что это их задача, как бы получить совместное удовольствие. Так что один постоянно занимает ребенка, а второй отдыхает. Ну, это такая новая волна, вот путешествовать с таким, ну, это маленький ребенок, да, для путешествия. Это действительно не все это понимают. И вот вопрос, вы это делаете для того, чтобы не терять время, не пропустить что-то в своей жизни, пока ребенок-то маленький, он не может ходить, да. Обычно там в это время люди стараются находиться дома. Или вы, ну, ведь он же не познает еще мир? Познает, 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 у меня очень, да, я прям вижу, что он познает, и после каждого путешествия это скачок в развитии. У меня есть такая показательная история. Мы летели в Китай, это был долгий перелет, малышу был годик, и он закапризничал, его взяла на руки китаянка, и что-то ему полчаса рассказывала. И я была уверена, что ему нравится звучание новое для Невларичи, но потом он очень пристально смотрел ей в лицо, и потом попытался ручками открыть ей глазки. Другие черты, да. Да, я вижу, что ребенок впитывает вот просто с молоком матери, можно сказать, то, что все люди разные, то, что земля наш общий дом. Ну, как бы это сейчас пафосно, может быть, не звучало, но это так, что толерантность, терпимость, то, что вообще может быть другое, не то, что он привык видеть. И плюс, я считаю, что новые языки, английский язык у нас у ребенка очень мягко вошел в его жизнь, потому что он часто его слышит. Мы его специально не учим, но какие-то бытовые вещи он уже говорит на английском. То есть можно назвать предметы, да, ну, элементарные вещи. Да, да, да. И плюс еще такое правило, это очень сближает семью, не в том, что мы с мужем, когда встретились, мы договорились, что мы не будем получать впечатление по отдельности. Потому что каждое впечатление, сильная эмоция, она очень сильно нас меняет. И если долгое время ее получать по отдельности друг от друга, потом есть такая опасность, что оглянешься возле тебя чужой человек. И поэтому, так как ребенок член нашей стаи, можно так сказать, то мы договорились, что мы будем по возможности все смотреть вместе. И тут есть такой плюс для родителей, потому что когда ты попадаешь с ребенком в то место, где ты уже был сам, ты смотришь на него совершенно другими эмоциями и глазами двухлетнего. Потому что вот это, ты вспоминаешь эту эмоцию такого первозданного удивления, когда человечек видит что-то впервые. Взрослые забывают об этом, мы теряем это чувство, умение так искренне удивляться. То есть он вам не мешает в поездке, открывает что-то новое. Да, он нам не мешает, он нам напоминает о том, как можно радоваться каждому мгновению, как можно удивляться простым вещам. Нам очень приятно наблюдать, что это, мы это чувствуем, что это нас как бы сплочает, да. Ну и я вижу, что это ему на пользу. А вот такой момент, ребенок может по-разному себя вести, например, в самолете, в транспорте, в любом, да. Он может плакать и не мешает вам, но мешает окружающим. Я понимаю, что, наверное, в вашем случае такого не бывает, но вот лично я сталкивалась с таким, когда хочется, честно говоря, там застрелиться, да, ребенок всю дорогу, очень длинную дорогу кричит. Вот что с этим делать? Это задача родителей или пассажиры вокруг должны быть более толерантны и понимать, что это все-таки маленькие? Обоюдное, потому что мы иногда забываем, что мы все бывшие дети и что, в принципе, мы всегда, в нашей жизни нет такого, чтобы, вернее, всегда есть место тому, что мы когда-то кому-то доставляли неудобство. Ну, как бы нам не хотелось, без этого не вырасти. Но я очень чутко к этому отношусь, потому что для меня это как аксиома, что я должна сделать максимум, чтобы покой окружающих или комфорт, да. То есть мое удобство не должно быть за счет комфорта окружающих. Ну, опять-таки, вы знаете, что перелеты, я всегда смотрю такое время, чтобы ребенок был не уставший, то есть я знаю, во сколько он ложится спать. И в основном вот такие вот эмоциональные всплески. Вы еще и это подгадываете. Да, конечно, обязательно. Я вообще советую всем родителям с маленькими детками покупать ночные перелеты. Потому что как раз момент вот этой такой нудной немножко процедуры для ребенка в аэропорту, она его перед сном пройдет. И зайдя на трап самолет, он там уже 10-15 минут после взлета будет спать, будет спать всю ночь. Там меняется давление, поэтому детки легко засыпают. Ну, вот я почему говорю, что это, наверное, в вашем случае, поскольку вы человек, вы просчитываете это, да? Да, оно не всегда срабатывает, конечно. Ребенок это не робот, ты его не сможешь просчитать. Но есть такие лайфхаки, как занять в самолете. Мы всегда в аэропорту тайком от малыша покупаем новую игрушку. Потому что по степени воздействия, это маленькая, да, это маленькая какая-то недорогая безделушка должна быть. Но она должна быть новая. По степени воздействия новая никогда не сравнится со старым. И в пиковый момент мы всегда, это такой туз из рукава, мы достаем эту игрушку, на какое-то время его занимаем, пытаемся переключить внимание. Ну, это даже не к путешествию вопрос. Это вопрос, как родители умеют контактировать, да, и умеют ли они сглаживать истерические эти моменты, эмоциональные всплески. Это не совсем вопрос именно к путешествию. Вот для тех, кто путешествует впервые или, ну, не совсем впервые, но неопытные, чего нужно бояться и чего нужно избегать? В первую очередь, вот что просчитать, чтобы там поездка была безопасная, ну, и получить удовольствие полноценно? Так, ну, бояться вообще ничего не нужно. Нужно максимально подготовиться информацией. Чем больше вы знаете о стороне, чем больше вы прочитали отчетов путешественников по этому направлению, тем больше шансов, что у вас все получится. Я единственное, от чего предупреждаю, не спрашивать мнения знакомых об этой стороне, потому что опыт каждого человека уникален и набор ценностей уникален. Я вот это, знаете, в кавычках очень люблю рассказы о Париже, который очень грязный и непригоден для туриста, или о Венеции любят такое рассказать. Вот я всегда предостерегаю, пожалуйста, лучший способ понять, подходит вам эта сторона или нет, откройте картинки в гугле. Если откликается, у каждого свое ощущение красоты, эстетики, каждый со своим опытом подходит. Не ориентируйтесь на чужое мнение, сомневайтесь, лучше поехать самому и проверить. Ну, а так, чтобы подготовиться, должна быть страховка обязательно, особенно для путешествий с детьми. Я не разделяю то мнение, что можно на авось положиться. Страховка стоит недорого, но ее отсутствие может стоить очень дорого, поэтому тут совет мой однозначный. Максимально все, что можно подготовить, особенно для начальных путешествий, когда первые разы, все, что можно купить отсюда, это практически все. Лучше купить отсюда, несколько раз пройтись мысленно по всем этапам своего маршрута, куда я еду, как я туда доеду, всю логистику представлять. Ну, в плане безопасности бронирования самостоятельный турист защищен ровно в такой степени, а иногда даже в большей степени, чем пакетный турист от агентства. Поэтому в плане надежности документов все брони официальные со всех сайтов имеют юридическую ценность, они могут быть представлены как доказательство в суде и так далее. То есть с этой стороны вы защищены, вы можете не бояться. Об этом тоже всегда рассказываю на встрече. Ну что, ну остается, кстати, вот у ваших друзей или у ваших, у людей, которым вы помогали с организацией, были отказы во въезде при безвизе уже? Нет. Все проезжали? За три с половиной года у меня больше 350 семей. Из них примерно 40% это те, которые вообще впервые выезжали за границу. Я очень ценю, что люди доверили, во-первых, впервые в жизни такое событие мне, а во-вторых, не пошли по наиболее легкому пути. Они не пошли в агентство и не купили тур в отель. Они сделали себе приключения. Так вот, у меня ни одного отказа по визе в принципе вообще и ни одного отказа во въезде. И вот сейчас выезжали, ну где-то семей, наверное, 20 уже так, боюсь ошибиться, но где-то так, по безвизовому режиму нет отказов не было. Все хорошо. Да, все хорошо. Ну что, Юля, если сегодня нас зрители вот увидят и захотят обратиться к вам за помощью в организации, не отказывайте. Хорошо. Спасибо за визит нам в студию. Спасибо большое за возможность такую. Я еще раз дякую нашим гостям Юлия Кеплина. Говорили про возможности подорожевать. И продовживаемо далі.